Здравствуйте, а что это вы трубку бросили? Поднял от вас трубочку. У меня пропущенный был ваш. Пропущенный. Это Василий? Да. Василий, меня зовут Александр Богданов. Мы с вами общались как-то в прошлом месяце, и потом пропали вы куда-то. Что-то сложно до вас дозвониться было. Вы у нас оставляли контактные данные в Газпроме. Собственно, мы с вами попытались пообщаться, но, к сожалению, в связи с нехваткой времени, общались мы 14 июня, если бы вы точнее. То есть там то ли у вас, то ли у меня не было времени. В общем, принесли разговор, потом не получилось пообщаться. Скажите мне, пожалуйста, Василий, вы дома сейчас находитесь? Замечательно. Хотел наконец-то с вами пообщаться, поделить информацию, которую хотел предоставить. Да и чтобы мы уже с вами как-то наконец разобрались и приняли решение. Я так понимаю, вы с нашей компанией, ну, вижу, вот по самой базе, вы с компанией Газпром еще работать не начали. Именно с компанией Газпром нет, не начинал. Вы именно Миллера представляете Газпром компанию? Конечно. А вы с кем-то другим начали работать? С другой компанией российской? Да, пытался. Не получилось? Не знаю еще. Пока жду договор, документы. Учегося. А, я понял. Хорошо, отлично. Да, есть повод пообщаться. Собственно, где, что, как, зачем и почему объясню. То есть, если немножко так освежим память, вы у нас еще 12-го даже, это были выходные, оставили заявку, собственно, в Газпроме по поводу инвестиционного проекта. Именно в Газпроме, да. Проявили желание. Правильно, конечно, нигде не в другом месте. Поэтому проявили желание, вижу, интересовались инвестициями и хотели на этом зарабатывать. Правильно? Василий, не слышу вас. Я правильно все понимаю? Что-то вы пропадаете. Пропали вы, Куль. Вот теперь вас тоже слышу. Да, может быть, со связью что-то с вашей стороны спорить не буду. Хорошо, Василий, то есть хотели, я так понимаю, зарабатывать? Конечно. Ну, кто не хочет? Акции хотел Газпрома. Акции Газпрома хотели. Стать инвестором. А, вы хотите... Так, одну секунду, чтобы вы правильно меня поняли. Вы именно акции хотите приобрести или именно зарабатывать? Хочу стать акционером Газпрома. Хорошо. Сколько акций вы хотите приобрести? Ну, какая разница? Мне пока условия нужно узнать. Ну, так я же должен понимать, какие условия вам предоставить. Ну, а вы что предлагаете? Вы что предлагаете? Да, я не предлагаю ничего, вы же сами откликнулись. Я, собственно, перезванив, чтобы уточнить, чем интересовались, непосредственно, что заинтересовало вас. Хочу стать акционером. Не хочу быть миллионером, хочу быть акционером. Я понял. Ну, если станете акционером, глядите и станете миллионером. Не нужно быть даже миллионером, если ты стал акционером ОАО Газпрома. Ему можно быть, не обязательно быть миллионером, а можно быть просто акционером ОАО Газпрома. Вы песню такую не знаете? Да, конечно, все правильно. Не слышали? Нет, песню такую не слышал, к сожалению. Может, к счастью не слышал. Погуглите, погуглите. Не хочу быть миллионером, а хочу быть акционером ОАО Газпрома. А кто поет песню? Не помню. Семен Слепаков. Да. Я понял, хорошо. Смотрите, что касаемо действий наших и дополнительной работы. В сегодняшний день одна акция компании «Газпром» стоит 294 рубля и 87 копеек. То есть, какое количество акций мы с вами рассматриваем? Я не знаю еще пока. А, пока не знаете. Вот послушайте песню Слепакова-то. Хочу быть акционером. Ну, зачем мне ее слушать? Времени на это не хватает. А вы чем занимаетесь? Хорошо, смотрите. Давайте мы с вами разберемся по поводу цифр, чтобы вы понимали количество дивидендов, которые выплачиваются самому человеку, который держит акцию, собственно. В данном случае, если мы брать статистику, возьмем с вами как раз-таки 18 июля 2016 года. То есть, выплата была произведена 5,41%. Уже именно зависимо от года, поднимаясь вверх и вверх, если мы с вами дойдем до 2021 года, то есть у нас с вами получаются чистыми проценты, которые получили люди, которые обладают акциями, и на сегодняшний день он составляет, у вас, кстати, была вот годовая отчетность, на сайте у нас можете посмотреть, 11,12%. То есть, как говорится, проценты растут и, в принципе, будем так говорить, кто-то на этом зарабатывает, естественно. Теперь, что касаемо прогнозов, если мы с вами подойдем, вы сами приложением пользуетесь? Там Тинькофф Инвестиции, ВТБ Инвестиции, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк? Хорошо. А Газпромбанком пользуетесь? Нет. Хорошо. Клиентом такого банка вы являетесь? Сбербанком. Сбербанком пользуетесь. Хорошо, я понял. Инвестиционный счет у вас есть? Нет. Есть, прекрасно. Нет. Обязательно, что можно реализовать? Нет, говорю. А, нет у вас счет. Все, извините, не услышал, послушаю, что есть. Так, тогда об этом я чуть-чуть расскажу позже. А что касаемо именно теперь дальнейших действий наших с вами, вы первый раз вообще приобретаете акции, либо в этом у вас какой-то опыт есть? Нет. Опыта нет. Понял. А почему именно Газпром выбрали? Не знаю. Улучшает доверие. Я понял. Хорошо. Именно хотите работать с Газпромом. Я не против, я только за, естественно. Поэтому наши с вами действия и вообще дальнейшая работа. На самом сайте Газпрома вам обязательно необходимо оставить заявку после нашего разговора дополнительно распечатать в разделе акционера. есть документ. Вы распечатываете документ, читаете его, он на нескольких страницах будет, подписываете. И подписанный вариант вам либо необходимо в электронном виде нам отправить, если такая возможность есть. Я думаю, это не проблема, правильно? Знаете, как это все реализовать. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, сами вы у нас из какого города? Какое это имеет отношение к какой-то заработке? Конечно, конечно, потому что я найду рядом с вами офис и можете документы в офис занести. Василий, ладно, давайте с вами так сделаем. Вас не Василий зовут, и вы у нас в Краснодарском крае находитеся, правильно? Почему меня не Василий зовут? Хорошо, вы у нас из Краснодарского края, верно? Республика Адыгея. Из республики Адыгея. Это сейчас вы проживаете, да? Все время. А какое отношение Краснодарский край к вам имеет? Граничит. Я понял. Это единственное? Что единственное? Что вас связывает? Связывает только то, что оно граничит и все? А что еще должно быть? Цены вообще бываете? Где? В Краснодарском крае. Проездом. Проездом, я понял. Хорошо, тогда давайте пообщаемся так. И будем с вами начисто общаться. Не хочу ни ваше, ни в свое время тратить. Мы с вами прекрасно понимаем, никакие акции вы не хотите приобретать. И я хочу уточнить, для чего вы заявку вообще оставили? Для чего вы? Все есть доверие. Как я могу вам предоставить информацию? Все есть доверие и дополнение. Отлично, хорошо. Как мы с вами тогда дальше поступаем? Как? Говорите громче, пожалуйста. И с громкой связи уберите. У меня не на громкой связи. Это у вас там в офисе. Сделайте громкость потише. Чтобы не тарахтели. Ну, видите, люди работают. Как-то я могу им запретить. У вас что, такой бедный Газпром, что не может сделать кабинки для сотрудников, и чтобы не было слышно никого? Зачем кабинки? Вы что, вы почитаете психологию и как управлять персоналом? Там в любой книге вы можете почитать и почерпнуть нужную информацию. Это такой шум стоит только в звуковом оформлении лохо-брокерских контор. Имитация бурной деятельности. Я понял. Ну, а это к чему? К тому, что у вас там такой бедный Газпром, что не может сделать нормальную работу, рабочие места организовать сотрудники. И чтобы с клиентами общались, чтобы с клиентами общались в тишине, в тишине. Мне неприятно слушать фон на заднем плане. Вы слышали, что такое? Да не слушайте, я же вас не заслужил. Я могу не слушать, но как я буду не слушать, если он присутствует? Я же не могу себя в уши щелчок сделать, и чтобы ушел этот звук ваш. Шум весь. Все уважающие себя компании делают звонки в абсолютной тишине, когда общаются. Нет. Да, то есть вы мне хотите сказать, если я сейчас позвоню в Сгорбан, там будет прям гробовая тишина. Ну, зачем мне это рассказывать? Конечно, конечно. Менеджер будет с вами общаться в гробовой тишине. Посторонних звуков не будет. Ну, так вот именно. Позвоните и проверьте. Я вам объясняю. Да дайте мне хоть слово сказать. Вы слышали, что такое open space пространство? Что? Что такое? Ну вот, не слышали. Open space пространство. Открытое космическое пространство. Open space. Space cosmos open открытое. Что неправильно? С английским проблем нет. Но в данном случае дословный перевод не требуется. Вы прям дословно перевели слова, которые я сказал. В простом понимании... А скажите, пожалуйста, чей Крым? Скажите, чей Крым? Кому принадлежит, того и Крым. Ну, кому принадлежит? Кому принадлежит? В России принадлежит. Ну, да. В России принадлежит Крым. А что в этом такого? Да, ну что в стране вопрос задается? Да, я так, к слову, так. Я понял, странно. Хорошо, Василий, а чей Крым? Российский. Так, чей Крым. Ну, так хорошо. Мы с вами оба знаем это. А зачем вы мне это? Дайте спрашивать. Странно, какой-то вопрос? Конечно. Какой-то интересный вы человек. Вам... Вы сами вообще работаете? Работаю, да. Собачий тромб. Да вы бездельничаете, что что? Волк особику. Да что вы мне рассказываете, какую-то ерунду... Да вы какую-то ерунду занимаетесь. Зачем вы оставляете заявки в достаточных компаниях? Вам просто заняться нечем? Какие компании? В Газпроме зачем вы оставляете заявку? Ну, чтобы деньги зарабатывать. Дополнительные. Ну, только почему вы, когда не зарабатываете? Зарабатываете. Почему вы себя ведете, как ребенок какой-то? Зарабатываю. Зарабатываете какие-то умные вещи, а сами этим вещам не соответствуете. Почему какие-то компании крупные? Зачем мне находиться в какой-то будке? Я не животное. Я не хочу сидеть в какой-то кабинке. Ну, так уберите фон, значит. Уберите фон заднего плана. Да как я уберусь, у меня сотрудники, коллеги сидят. Как я их уберусь? Что мне мешает? Стали ушли отсюда? Пусть заткнутся тогда. Нет. Мне неприятно общаться. Мне неприятно общаться. Зачем вы заявку тогда оставили? Я не думал, что будет так шумно. И какой-то менеджер мне будет звонить, неизвестно с какого номера. А вы с какого номера звоните? Можете продиктовать. Давайте проверим. Я вам звоню из города Санкт-Петербург. Собственно, то, где мы иноса. Стартовая 6. Приезжайте в гости. Нет. Телефон. Телефон. Номер телефона с какого вы звоните? 8-812-608-69-13. О, точно. Слушайте, ну, конечно, точно. Вы думаете, номера меняются? Я вижу, что вы уже в каких-то компаниях побывали, про на какую-то Украину намекаете. Хотели, чтобы я сказал, что Крым украинский, правильно? Ничего не хотелось. Вы мне как-то не хотели подловить. Нет. Сколько акций вам упаковывать? Не знаю, сколько. Тысяч на 40, на 50 упаковывать. Потянете? Все, отлично. Вам расчетный счет отправлять? Да, на электронную. Куда деньги переводить? На электронную почту. На договор. Давайте я вам продиктую. Давайте продиктую. Что, вы мне будете счет диктовать? На ручку берите листик. Вы мне счет будете диктовать? Да. Как? Вы мне должны счет выставить, чтобы я приобрел акцию. Счет. Он счет, называется бумажка, такая форма типовая. Счет. Ну, счет на основании договора такого-то, за приобретение акций, такого же количества. Вы знаете вообще, как это? Вы сначала деньги переводите, а потом вам предоставляется акция. Как это? Куда я переводите? На счет. На чей? Ну, как куда? На счет переводите. Вы мне счет выставляете. Выставляется счет. Только после заключения договора. Откуда я могу быть уверен вашей платежеспособности, чтобы тратить бумагу? 5-4. Знаете, сколько деревьев вырезают? Это первый признак мошенников. Первый признак мошенников. Сначала деньги, потом стоят. А я хочу сначала договор почитать. Вы мне потом счетик выставите, и я тогда вам переведу. Почитайте, у нас же на сайте есть договор. Я же вам не запрещаю это почитать. Слушайте, вы мне вышите, вы мне вышите, вы мне вышите, вы мне говорите, сначала деньги, это мошенничество. Так, слушайте, вы когда в магазин приходите, вы что, сначала батон съели, а потом заплатили за него? Я товар в руках держу. Или сначала заплатили, а потом... Я товар в руках держу в магазине. Он у меня в руках. А у вас акции на руках не будет? После этого я плачу. Только у вас акции не будет. Зачем вы его аналогию с магазином приводите? Для чего? Для того, чтобы вы понимали, что сначала... Я вам говорю, что у меня товар магазина в руках. Уже в руках у меня. А вот то, что вы говорите, что вы должны быть уверенны в моей платежеспособности, сначала хапнуть моих денежек, а потом вы начнете теряться. Да у вас денег нет. Ну что вы мне рассказываете? Я нищеброд. Да, вот это тоже мошенники сразу, когда чувствуют, что не разведут клиента, они сразу начинают говорить, что у клиента нет денег. Вы, наверное, какой-то мошенник. Потому что я это понимаю логически. Вы мне сейчас расскажете такие вещи... Лоха-мошонка. Лоха-мошонка. Который неудачник. Да зачем мне эту ерунду? Я с вами спокойно общаюсь. Зачем вы мне такие вещи смешные говорите? Я тоже. Потому что он бабки пытается развести уже, начал разводить. Да какие бабки, если у вас денег нет? Зачем вы мне это сейчас говорите? Да, вот это второй, первый и второй. Мы же с вами оба понимаем. Если бы вам было чем заниматься, вы бы никогда инзелябку ни в Газпроме, ни в другой компании не оставляли. Вы бы сейчас бросили трубку и пошли заниматься своими делами. Потому что у вас были бы дела. А вы продолжаете со мной вести диалог, потому что вам просто нечем заниматься. Потому что я записываю. Записываю. Разговор больше. Мошонка больше на ютубе. Ну вот, дашь попустим, за все это время ни разу вас не оскорбил. Да, а где можно послушать будет? Мошенники звонят по телефону. Так и называются. На ютубе открывают. Хорошо. Ютуб и в ютубе прописываешь. В поиске. Так, вы со мной водку не пили. Общайтесь со мной на вы, корректно. Не собираюсь с мошонкой. С мошонкой не собираюсь на вы общаться. Ну так сами с собой не собирайтесь и не общайтесь. Это я понял. Прекрасно. То, про что вы меня так называете, вы в зеркале это увидите. Так что общайтесь корректно. Мошонка ты. И я с вами на вы. Не получится у тебя меня развести, мошонки. Да. И никто не собирался вас здесь обманывать и водить в какое-то заблуждение. Угу. Ладно, дальше ваше договор. Вы все сказали. Договор. На сайте Газпрома есть договор, который вы можете скачать. На сайте Газпрома написана целая страница, что Газпром не предлагает никакие свои инвестиционные проекты частными лицами. То есть в Газпроме нельзя приобрести акции, нельзя в него инвестировать. Только мошенники. Ладно, бесполезно вам доказывать. Я понял. Оставайтесь как вам удобно в жизни. Думайте, как почитайте нужным. И надеюсь, в это время воспитайте себя и свой характер. И не будете погрязать и оскорблять. Хватит народ разводить. Я работаю в Газпром, меня все устраивает полноценно. Я не жалуюсь на жизнь. А где вы все делаете? Делаю все делаете. Делаю все делаете.